Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада вас сегодня приветствовать. Мы с вами встречаемся не первый раз на этой платформе. Рада, что вы присоединились. Коллеги, тема у нас заявлена – особенности организации работы с детьми ОВЗ в условиях дошкольной образовательной организации. В процессе подготовки к нашей встрече сегодня я подумала, что особенности организации работы – это как-то звучит не совсем конкретно, и я думаю, будет более… Ну и этих особенностей достаточно много. Чтобы быть более конкретным, чтобы вам была какая-то польза от нашей встречи, давайте мы с вами рассмотрим нетрадиционные методы работы с детьми, имеющие особые образовательные возможности, потребности в условиях дошкольной организации. И все-таки давайте мы также затронем и начальную школу. Коллеги, почему? Потому что мы прекрасно знаем, что ребенок дошкольного возраста и ребенок, который пошел в первый класс в начальную школу, фактически это, ну, очень близкие по уровню своего развития, значит, два периода жизни. Как говорил Финштейн, это период, значит, пространство, время детства, да? Поэтому все-таки, если мы будем иногда рассматривать вот эти вопросы, значит, раскрывая аспекты преемственности, будет, наверное, неплохо, неплохо. Поэтому вот давайте мы с вами рассмотрим особенность организации работы с этой категорией детей, ну, на примере нетрадиционных методик, технологий, как это говорится, да? Ну, ну, что, коллеги, я не представилась, забыла. Значит, меня зовут Нельса Абетова, моя фамилия Белобородова, я доктор педагогических наук, профессор, много лет работала заведующей кафедрой дошкольной педагогики, была деканом факультета педагогики методики дошкольного образования, поэтому вот эта тема, она мне очень близка. Значит, моя тема диссертации, доктор диссертации тоже связана именно с детьми дошкольного возраста. Ну, и, конечно же, я рассматривала, во всех своих работах я рассматриваю аспекты и преемственности. Ну, что ж, начинаем работать. Значит, коллеги, ну, мы с вами, наверное, начнем с того, что категория детей с ограниченными возможностями здоровья, она достаточно, скажем, ну, эта категория широкая, да, а в настоящее время количество таких детей, оно имеет тенденцию к увеличению. И инструмент работы с этой категорией, в общем-то, должен быть в арсенале каждого педагога. Работают в инклюзивной группе или не работают, независимо от этого, мы должны знать, каковы же особенности этих детей. Ну, коллеги, чтобы начать работать, давайте мы два таких основных понятия выделим. Одно у нас понятие – это дети с ОВЗ, второе понятие – нетрадиционные формы метода технологии, да. Итак, первое понятие. Значит, дети с ОВЗ – это дети, которые имеют различные отклонения, как мы говорим, психического и физического плана, да. Вот эти отклонения как раз обуславливают нарушение общего развития и, в общем-то, не всегда позволяют нашим деткам вести полноценный образ жизни, да, вот в полном понимании этого слова. Сейчас мы живем в эпоху инклюзивного образования, идеи инклюзивной, инклюзии, они очень сильны. Мы говорим о том, что мы должны максимально интегрировать этих детей именно в образовательное пространство школы и дошкольного учреждения. Ну и так, значит, какие категории? Это детки с нарушением слуха, да. Здесь могут быть глухие дети и слабослышащие дети, да. С нарушением зрения – это незрячие, слабовидящие, сюда же мы относим и косоглазие, да. С тяжелым нарушением речи дети сюда относятся, либо же с нарушением речи, да, ну, в более легкой степени. Детки с нарушением опорно-двигательного аппарата, здесь мы ДЦП, может быть, да, не всегда это дети являются инвалидами, иногда только вот, но это дети с ОВЗ, да. Ну, коллеги, вот говоря о тяжелых нарушениях речи, ну, мы говорим так, что вот, ну, нарушение – это заикание, может быть, да, это вот так называемые дети молчуны, и дети начали говорить, потом перестали говорить, да, так и дети выявляют логопед, ну, и с ними они более целенаправленно, они работают. Значит, также мы говорим о детях с задержкой психического развития. На основе наблюдений педагог сам может выявить такого ребенка, ну, если он не справляется с программой, есть какие-то трудности, значит, в общем-то, за этим ребенком наблюдает, дальше дело все-таки ставит невропатолог, да. Ну, и есть у нас дети с нарушением интеллекта, как мы говорим, умственно отсталые дети, это с нарушением, значит, в той же разной степени, да, и дети с иными органическими нарушениями здоровья, это нарушение эмоциональной волевой сферы, ранний аутизм, комплексы нарушений и так далее. Ну, уважаемые коллеги, вы все прекрасно знаете, что категория этих детей, это очень сложный и своеобразный контингент, да, у них, что самое главное, что их объединяет, наблюдается недоразвитие познавательной сферы. Это как основной признак, ну, в общем-то, что может привести и к умственной отсталости, есть нарушения эмоциональной волевой сферы, ну, и поэтому, коллеги, социализация ребенка с ОВЗ происходит гораздо сложнее, чем у обычных детей. А социализация детей, это наша, в общем-то, главная задача, да, чтобы отготовить к их успешной будущей жизни. И поэтому, коллеги, вот здесь очень много у нас людей, которые вот из дошкольных учреждений я видела, выходили на связь, именно отличие стандартов нового поколения, они в том, что результат образования ребенка с некими отклонениями в здоровье рассматривается в соотношении личностных, мы помним, да, метапредметных и предметных результатов. Ну, понятно, что личность результата – это как раз освоение теми компетенциями, которые ребенку позволят быть успешным в дальнейшей жизни. То есть это те компетенции, которые необходимы для решения практикоориентированных задач. И вот они, как раз, обеспечивают становление социальных отношений в будущем. Коллеги, я прошу прощения, я включу сейчас только. Сейчас, секундочку, извините, пожалуйста. Сейчас, секундочку. Ну вот, продолжаем. То есть вот эти личностные достижения необходимы ребенку, чтобы он мог спокойно решать практикоориентированные задачи, чтобы спокойно, успешно социализироваться в различных сведах, да. Ну и вот здесь же мы говорим о мотивации к обучению и познанию. Ну, коллеги, мета-предмет-результаты, они включают освоение универсальных учебных действий, да. Вы их знаете, это познавательные действия, это регулятивные и коммуникативные действия, да. В общем-то, вот эти компетенции, они составляют основу будущей его успешности в обучении. Ну, коллеги, как я уже говорила, вот этим деткам гораздо сложнее адаптироваться к окружающей социальной среде и, конечно же, гораздо сложнее, в общем-то, и освоить образовательную программу. Как правило, эти дети лишены, как мы говорим, предметно-практической деятельности и достаточно ограничены в игровой деятельности. А вот все это как раз негативно сказывается на формировании высших психических процессов. Какие эти процессы, вы, коллеги, прекрасно знаете, да. Это и речь, это и воля, это и мотивации, это и эмоции. И вот именно поэтому зачастую у этих детей преобладает, как мы говорим, либо агрессивность, либо чрезмерная расторможенность, либо гиперактивность, да, снижена память и снижена работоспособность. Коллеги, вот только вы все прекрасно знаете, еще раз повторяю, что к детям с ОВЗ мы не относим тех детей, которые плохо осваивают образовательную программу, но не имеют никаких отклонений в здоровье, да. Иногда зачастую мы КЗП отчисляем тех детей, которые просто плохо учатся. Ну, что может быть причиной того, что ребенок не осваивает образовательную программу или себя ведет не совсем, скажем, адекватно, да. Это может быть ребенок, часто болеющий ребенок, может быть он просто педагогически запущен, может какая-то стрессовая ситуация. Поэтому здесь, конечно, надо очень четко понимать вот эту вот границу. Значит, коллеги, итак, вот все эти категории мы относим к детям с ОВЗ. И, конечно же, им требуется особый подход. Коллеги, вот смысл всей нашей деятельности с этими детьми состоит в том, чтобы каждому дошкольнику, каждому ученику создать ситуацию успеха. Ну, то есть пережить радость достижения, да, поверить в себя, ну, и, конечно же, осознать свои возможности. Вот это самое главное. Если мы сможем вот это обеспечить ребенку, особому ребенку, то он в дальнейшем, когда он станет более взрослым, на других этапах образования он будет более успешным. У него будет меньше комплексов. Он легче будет социализироваться в социум, да. Вот это для нас самое важное. Вот, а что является критерием, мерилом успешности ребенка, ученика? Конечно же, это похвала или одобрение педагога. То есть ты молодец, ты сегодня хорошо поработал. Ты молодец, ты сегодня заслужил хорошую оценку. Ты молодец, ты это сегодня сделал, да. А дома это похвала родителей, бабушек, дедушек и так далее, да. То есть вот в основе успеха любого ребенка лежит стремление, заслужит одобрение старших. А потом уже одобрение работодателя, там, допустим, и так далее, и так далее. И, коллеги, мы прекрасно знаем, что надо ребенка хвалить, значит, по тому достижению, на которое он способен, да. Вот, допустим, ребенок с ОВЗ может за 15 минут, допустим, написать одно слово или нарисовать какую-то небольшую картинку, да. А ребенок в норме может написать полстраницы, допустим, от начальной класса, допустим, и нарисовать какую-то сюжетную картину. Вот ребенка с ОВЗ мы хвалим за то, что он написал одно или два слова. Если ребенок в норме, допустим, пробежал какую-то дистанцию до какое-то время, да, у него есть норматива, мы его за это хвалим. А ребенок с ОВЗ, он от собой усилие сделал, он, допустим, прошел эту дистанцию с остановками, там, допустим, может быть, он упал, встал, допустим, да. а где-то он сошел с дистанции, мы его хвалим уже за это. То есть вот это для нас очень важно. Вот чем чаще будете хвалить этого ребенка, тем больше шансов у него быть успешным в дальнейшей жизни. Значит, дальше, коллеги. Дальше. Ну, я уже говорила, в каком случае ребенок будет успешным. Когда вы создадите те условия, в которых ребенок, в общем-то, будет развиваться, исходя из своих возможностей. Об этом я уже говорила, да? Значит, максимальное развитие реальных его возможностей. Вот если эти условия вы создадите, потенциальные возможности, они раскроются. То есть у ребенка раскроется потенциал, и он будет более успешным. То есть поэтому главная наша задача – это создание условий для максимального развития реальных и потенциальных возможностей ребенка. Ну, коллеги, его ранней социализации, прошу прощения, значит, я подправлю, ладно, его ранней социализации. Не специализация, то есть чем быстрее ребенок войдет в социум, чем быстрее он научится выстраивать свои взаимоотношения с окружающим миром, со сверстниками, с педагогами, со старшими, тем он будет более успешным, да? И ваша задача, наша с вами задача – это сокращение социальной изоляции ребенка и его приобщение к различным видам продуктивной и творческой деятельности. Ну, это нам понятно, да? То есть мы должны сделать так, чтобы ребенок был менее изолированным. Вот как раз этим вызовом отвечает сегодняшняя идея инклюзивного общества. То есть когда ребенок с особенностями, человек с особенностями максимально включен в то общество, где живут, работают люди, которых таких проблем нет, да? То есть мы сокращаем социальную изоляцию и приобщаем к различным видам продуктивной и творческой деятельности. Вот с вами, уважаемые коллеги, наша задача. А это очень важная задача. Чем больше ребенок будет выдавать, значит, какую-то продукцию творческую, значит, тем больше он будет, больше у него будет возможности выразить свое «я», свое отношение к окружающему миру и показать, что он такой же, как все. Ну и, коллеги, вот с этих позиций мы должны предъявлять очень высокие требования к тем педагогам, которые работают с детьми, имеющим особые возможности здоровья или особые образовательные потребности. Вот педагог-дефектолог Шуман говорил о том, чем ниже уровень психического развития ребенка, тем выше должен быть уровень образования учителя. Это понятно, да? То есть если нам достаточно сложно работать с детьми, у которых все, значит, аспекты здоровья в норме, то с детьми с ОВЗ, конечно же, конечно же, гораздо сложнее работать. Нам нужно больше знаний, больше терпения, больше компетенции у нас должно быть. И, конечно же, у нас должны быть очень высокие личностные качества. Ну вот, уважаемые коллеги, какие же требования мы... Нас тоже должна быть направлена деятельность педагога, который работает с детьми с ОВЗ. Ну, понятно, что, коллеги, чем раньше мы начнем работать, тем больше у нас шансов нормализовать этого ребенка, да? Поэтому максимально раньше выявить нарушения в развитии ребенка и оказать ему комплексную помощь, ему и его семье, да? Коллеги, мы говорим о каком возрастном периоде? Дошкольное детство и младший школьный возраст. Это самый сензитивный период в жизни человека, да? Именно на этом этапе у человека формируется множество новообразований. То есть он очень пластичный, у него нервная система очень пластичная, очень гибка, и он готов, он очень легко воспринимает информацию и адаптирует его. Он обучаем, чем старше, тем мы хуже обучаемы, да? Поэтому очень важно максимально раннее выявление. Потом понятно, что как только мы выявили, что у ребенка из определенной проблемы, тут же начинаем работать. Сокращаем вот эту границу, значит, разрыв между началом образования и моментом, значит, вот когда вы определили, что у ребенка что-то не так. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами провозглашаем субъект, субъектное образование. То есть ребенок является субъектом деятельности. Вот субъектное обучение – это когда мы равноправные партнеры, мы паритетно с вами общаемся. Вот раньше у нас был субъект объектное взаимоотношение. Педагог – это, значит, субъект, имеет права свои, он диктует свои условия, ребенок являлся объектом. Объект – это как бы сосуд, куда вкладывается, вкладывается, вкладывается знание. Не учитывая особенности этого ребенка, его возможности, его желания. Сейчас мы говорим о субъектах, субъектах взаимоотношения. Когда мы с вами паритетны, ребенок и педагог, они паритетны. Вот равноправно, да? Ну, понятно, стандарт образования у нас с вами специальный есть. Мы должны использовать специальные методы, формы и средства обучения. Об этом мы сегодня поговорим как раз. И мы должны организовать специальную среду, которая и дифференцирована, и рассчитана на индивидуальную работу. Потому что дифференциация и индивидуализация в работе с этими детьми являются архи-суперважными моментами, которые только могут быть. То есть мы должны учитывать приорганизацию образовательной среды. Организация среды имеет очень важное значение, потому что среда диктует, среда предполагает, среда определяет развитие ребенка, да? Зоны ближайшего развития мы уже знаем, да? Значит, поэтому вот это должно быть очень важно. Вы должны подготовить ту среду, которая побуждает к развитию. Это очень важно. Ну и интегрированный подход в воспитательном и образовательном процессе. Об этом тоже вы все знаете. Коллеги, вот эти аспекты, они для нас суперважны. Ну и вот как я до этого опирала, приводила высказывания коллеги нашего, многоуважаемого, чем сложнее ребенок, тем лучше должен работать педагог, да? Вот требования к педагогу, который работает с детьми, имеющими особые образовательные возможности. Понятно, что вы должны четко занять свои позиции по отношению к ребенку. Это субъект, субъектная позиция. То есть ребенок личность с его характером, с его особенностями, с его возможностями, значит, с его желаниями, которые мы должны учитывать. Понятно, что вы должны преодолеть узис видения проблемы. То есть вот некоторые люди не воспринимают, когда дети с ОВЗ обучаются с детьми, которые в норме, да? Думают, что люди с ОВЗ, значит, дети с ОВЗ – это люди, которые, значит, ну, не совсем такие, как мы, да? То есть вот мы это должны перебороть и, значит, скорректировать собственную картину мира и пропагандировать вот эти идеи в нашем окружении. К сожалению, наше общество еще к принятию инклюзии стопроцентно не готово. Быть способным к внутреннему диалогу. Что это такое? То есть рефлексия, да? Вы должны развиваться, значит, вы должны, в общем-то, понимать, где вы ошиблись, значит, вы должны исправлять свои ошибки, да, идти вперед, саморазвиваться, самосовершенствоваться, да? Значит, вы должны видеть, слышать себя со стороны. Зачастую бывает так, что мы всегда правы, люди, значит, вот такие люди и допускают ошибки, да? Ясно излагать свои мысли. Ребенок с ОВЗ, у него есть некие проблемы восприятия окружающего мира, у него нарушены познавательные процессы, зачастую так бывает, да? Поэтому четкость сестра, краткость, четкость сестра таланта, да? Вы должны выбирать те слова, которые отражают суть той проблемы, о котором вы говорите. Ясно излагать мысли, да, свои. Профессиональная компетенция, это понятно, да? Значит, понимать кому, зачем, что, как и где говоришь. С родителями общаешься, да? Те, особенно когда вы в инклюзивной среде работаете, вот вы переходите от одного ребенка, который в норме, к ребенку с ОВЗ, да? Тут же вы должны вот понимать, для чего, зачем, кому, с какой целью говоришь, да? Ведь видеть своего собеседника, чувствовать. Эмпатия у вас должна быть развита, да? Эмоциональный ритм беседы управляя взлетами и падениями, да? То есть дети, значит, они могут быть неуравновешенными, да? Вот я говорила, да? Значит, они могут быть расторможенными или могут быть чрезмерно агрессивными, да? Вот вы должны видеть, чувствовать своего зрителя, да? Вы чувствуете, что ребенок начинает возбуждаться, да? Вы чувствуете, что он начинает агрессировать. Вот вы должны держать, понимать, руку на курсе держать должны, да? И понятно, что вы должны импровизировать на ходу. Вот мы о вас чуть попозже поговорим. Вот одни и те же игровые действия могут вызвать у ребенка разную реакцию. Сегодня он отреагировал так, а завтра он отреагирует по-другому. Поэтому вы должны на ходу менять правила игры, допустим, да, вы должны импровизировать. Главные мысли мы повторяем, повторяем мать учения, чтобы ребенок понял, что же является главной нашей целью. Ну и громко выразительно говорить. Зачастую дети с ОВЗ, да и дети в норме, значит, прислушиваются, когда педагог играет речью, да, темп там, громкость. Иногда даже можно потише, чтобы тебя услышали, да. Вот это, конечно, очень. То есть коммуникативные наши компетенции должны быть развиты на очень высоком уровне. Вот, коллеги, вы видите, очень такие требования, достаточно высокие требования к педагогу, который работает в, значит, либо в специальных группах, либо инклюзивных группах. Но, тем не менее, вот это все и подходит, вот это, как бы, наша компетенция, когда вообще мы работаем с детьми, да, и со студентами. Фактически видеть себя, слышать себя, ясно излагать свои мысли, в общем-то, импровизировать на ходу, эмоциональность некая, значит, акцент на главных мыслях, красная нить. Это вот мы, как педагоги, вот я работаю, значит, в университете, работаю в колледже, оно тоже очень актуально. Оно актуально и для всех ступеней нашего образования. Ну и, коллеги, значит, что я, значит, хочу сказать, что, в общем-то, в общем-то, мы, работая с детьми, значит, ну, независимо от, как скажем, это дети в норме или дети, имеющие определенные проблемы, мы всегда должны использовать наиболее адекватные, эффективные методы, формы и приемы. То есть это наш инструментарий, да, наш инструментарий. Коллеги, понятно, что вот основными методами для работы с детьми с ОВЗ остаются словесные методы, это чтение, это рассказ, это беседа, да, остаются наглядные методы, это наблюдение, это рассматривание картин, это использование экранных пособий, это практические методы, методы игра, труд, значит, и опыт эксперимента, да, они остаются. Но когда мы говорим, значит, что такое методы, это, в общем-то, это определенные, ну, операции познания, да, это совокупность способов достижения наших результатов в познании и практике, вот это метод, да, это совокупность способов достижения, ну, неких результатов в познании, вот этот вот метод, да, Вот традиционные методы, я их озвучила. Классификация этих методов, она весьма своеобразна, весьма своеобразна. Вот я привела самый элементарный, наглядные, словесные, практические. Понятно, что наглядные методы, это ребенок 98% информации воспринимает через органы зрения. Чем младше ребенок, тем больше мы показываем. На втором месте словесные методы. Но это мы все прекрасно знаем. Но, уважаемые коллеги, вот эти методы, они должны быть адаптированы к возрастным особенностям детей. И особенно к тому, что эти дети имеют особые образовательные потребности. Коллеги, вот эти традиционные методы мы, конечно, будем использовать. Без них никак. Чтение, рассказ, беседа, это словесные методы. Куда без них? Однозначно мы их будем использовать. Но, коллеги, в работе с детьми вот этой категории, вот этих вот традиционных методов, приемов, форм зачастую бывает недостаточно. В силу специфичности вот этой категории, вот этих детей. И поэтому, чтобы добиться результатов, даже порой незначительных, нам приходится прибегать или прибегнуть к нетрадиционным методам работы. То есть мы должны искать постоянно какие-то новые формы, новые приемы в работе с проблемными детьми. Ну вот, как дополнительные средства, дополнительные формы активизации умственной деятельности вот этих детей, мы зачастую используем нетрадиционные методы работы с детьми ОВЗ. Вот, коллеги, чтобы времени, конечно, очень мало, поэтому я, может быть, не очень подробно рассказываю. Вот, допустим, чтение традиционный метод однозначно, да, беседа традиционный метод, наблюдение, там несложный опыт эксперимента вы ставите, какие-то практические действия вы проводите, да, значит, вы, значит, традиционные наши игры, да, вот это все традиционно, да. А что такое нетрадиционный метод? Это сотрудничество педагога с обучающимися, вот результатом которого является передача знаний, умений, навыков, компетенции, которые предусмотрены содержанием программы через использование необычных приемов и форм. То есть мы выходим, как бы, ну тут мы даем волю фантазии, да, чтобы каким-то образом заполучить и удержать внимание у этих детей, да, чтобы им было интересно, чтобы они не уставали, чтобы они не потеряли познавательный интерес. Поэтому вот это сотрудничество наше с использованием каких-то новых интересных форм и называется нетрадиционным методом работы. И почему, коллеги, обучающиеся написала, не ребенок, не школьник, не дошкольник, и согласно новому закону образования, все субъекты образовательного процесса, начиная с дошкольника, заканчивая со студентами, аспирантами, называется обучающиеся, да, поэтому вот я это слово здесь употребляю. Итак, нетрадиционные формы работы, значит, с детьми младшего школьного, дошкольного возраста. Ну, эти методы делают занятия более интересными, более разнообразными. Ну, и, уважаемые коллеги, только здесь вот что мы должны с вами учитывать. Очень важно. Вот, смотрите, давайте-ка сначала вот это, потом сюда вернемся. Вот, смотрите, важно. Вот применение вот этих методов нельзя рассматривать самостоятельным и самодостаточным. То есть, вот только, мы чуть попозже с вами поговорим, там, допустим, вот, ну, из-за там, значит, изобразительной какие-то, вот, из-за терапии, да, мы посмотрим с вами, посмотрим, игротерапию, сказкотерапию мы с вами рассмотрим, да, вот они являются как бы, ну, теми, значит, формами, которые позволят активизировать внимание, да, только вот этими методами мы работать не можем, да. И вот их использование служит, скорее всего, для создания благоприятного фона, да, и в конечном счете усиливает эффект педагогического и коррекционного воздействия. То есть, вы детей собрали, да, допустим, их внимание привлекли, познавательный интерес у них сформировали, вот, этими нашими нетрадиционными методами, формами, да, работа, а дальше излагаете основной материал, а потом закрепить можно также вот этими нашими нетрадиционными методами, да. Вот, коллеги, и сюда возвращаемся. Ну, однако, вы должны понимать, должны понимать, что вот эти методы, независимо от вида занятий, должны приносить, нравится обучающемуся, да, школьнику, школьнику, да. Если ребенок не выражает положительные эмоции, если вот эти методы ребенка не подошли, то от него надо отказаться. Может быть, вот хотите ребенка прочитать сказку, да, вот, значит, и вести его в мир сказки, а потом уже побудить к какому-то действию. Ребенок сопротивляется сто процентов, не нравится, вот у него это отторжение вызывает. Значит, попробовали два раза, значит, этот метод ему не подходит. Ну, и понятно, что дисциплина, регулярность тоже должно быть, да. Если ребенок то ходит в садик, то не ходит, допустим, ну, вот, ему еще надо привыкнуть к тем, значит, методам, с которыми вы работаете, да. Ну, вот, ему должно быть комфортно как на занятиях, так и при выполнении домашних занятий, да. Это наш самый, помните, я говорила, создание благоприятного положительного фонда для, значит, для работы. Ну, и, уважаемые коллеги, все, что мы используем, значит, на занятиях, в игровой деятельности, должно быть максимально безопасным, максимально безопасным. Вот чуть попозже мы, допустим, изотерапия, да, там, значит, вы рисуете, там, допустим, пальчиком, кисточкой, мылом там рисуете, да. Но вдруг ребенок мыло проглотит, да, вот, или там, значит, там другие формы деятельности. Поэтому вы должны, еще раз повторю, значит, учитывать принцип индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, да. Итак, вот правила, которым подчиняются все нетрадиционные методы, да. Это, значит, положительный эмоциональный фон, это дисциплина и регулярность, это комфортность и безопасность коллеги. Вот, хотя мы говорим-то нетрадиционные методы, может, где-то сказку мы расскажем, может, где-то вот что-то, значит, куклотерапия где-то может быть, но, тем не менее, вот этим требованиям они все должны быть подчинены. Вот правила, которым подчиняются все нетрадиционные методы. Ну, вот, об этом я уже говорила, это не самодостаточные, не самостоятельные группы методов, они используются как вспомогательные, как вспомогательные. Ну, нетрадиционные методы, они, коллеги, не входят в учебный план, и они направлены, даже направлены на исправление недостатков здоровья, который отделяет ребенка от остальных, да, от остальных коллеги. Вот эти методы, которые мы используем, позволяют ребенку расслабиться. Вы меня не слышите, что ли, да, аж 49 сообщений? Слышите? Значит, коллеги, вот эти методы позволят нашим деткам расслабиться, да, получить новую информацию в какой-то интересной форме, да, и вот этот положительный эмоциональный фон, он будет напрямую влиять на физиологическое, на психологическое, на умственное развитие наших детей. Ну, коллеги, тут все предельно понятно, да, эти методы, эти методы, они помогают ребенку получать знания в максимально комфортных условиях. Так, далее, ну, при выборе методов однозначно мы учитываем возрастные особенности детей. Далее, физиологические особенности детей. Если ребенок в руках не держит кисточку, да, ну, мы предлагать ему рисовать кисточкой, однозначно не можем, да, ведь? Или, допустим, у нас вот будет, значит, такой паника, как светотерапия. Если ребенок, допустим, дальтоник или путает цвета, да, светотерапию, конечно же, мы предлагать ребенку этому не будем, да. Особенности сенсорной сферы, да, насколько у ребенка развит, значит, тактильный аппарат, сенсорная сфера, да. Особенности речи, особенности речи. Может быть, чаще какие-то скороговорки проговаривать, да, четверостиши, стихи, общаться больше, может быть, с тем ребенком, которому это необходимо, да. Ну, психодинамические особенности рассматриваем, и, конечно же, мы учитываем и социальные особенности, да, социальные особенности. Ну, коллеги, социальные особенности, это, ну, скажем так, чрезмерная опека в родительском доме, либо же строгие родители, или вседозволенность, да, они тоже влияют на социальное развитие ребенка. Поэтому вот здесь вот тоже должны учитывать этому ребенку один подход, другому ребенку другой подход, да. Ну, вот, коллеги, вот, если мы будем учитывать вот все эти моменты, подберем актуальную для ребенка методику, методы, то, конечно же, успех нам обеспечен. Ну, и, значит, коллеги, наш тоже, а вот еще, вот эти наши методы, да, методы нетрадиционные, они используются во всех видах деятельности. Ну, у нас какие? На занятиях, да, на прогулке, трудовой деятельности, в развлекательной какой-то сфере, да, они везде используются, значит, здесь ограничений нет, да, и они на что глобально направлены, да? Ну, понятно, глобально они направлены на устранение социальной изоляции ребенка, да, или сокращение социальной изоляции. А более, так скажем, ну, в узком смысле, понятно, более в частом смысле, да, они направлены на развитие, понятно, что и приобщение к разным видам продуктивной и избранительной деятельности, на развитие общей и мелкой моторики, на устранение общего недоразвития речи, да, нормализация психических процессов и так далее, и так далее. То есть, коллеги, значит, здесь, в общем-то, в общем-то, вот эти методы, эти формы, эти приемы, эти технологии, они оказывают нам неоценимую услугу. Так, коллеги, вот времени очень мало, я всегда не укладываюсь. Вот теперь, это был такой ракурс, да, без этого никак нельзя. Вот мы поняли, что это дети особенные, мы это уже с вами знаем, да, каким должен быть педагог, что необходимо учитывать в работе с этими детьми, и, в общем-то, на что мы обращаем внимание при, значит, подборе, вот этих вот методик, и чем эти методики отличаются от классических, да, это мы с вами проговорили. Ну и, коллеги, вот теперь мы с вами должны рассмотреть наиболее интересные технологии, которые сегодня актуальны в работе с детьми с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста. Ну, начнем с того, коллеги, почему я начала с этих технологий здравоизберегающих? Потому что детки с особенностями, они все нуждаются в лечении, в поддержке, да. Поэтому давайте мы с вами посмотрим, какие здравоизберегающие технологии сегодня можно использовать в дошкольном учреждении начальных классов, исходя из возможностей, потребностей детей ОВЗ. Вот эти технологии, они достаточно давно у нас используются, но давайте мы посмотрим, как можно, значит, вот, ну вот посмотреть на них с нетрадиционной точки зрения, да. Вот эта система оздоровительных, коррекционных, профилактических мероприятий, которая оставляется в процессе взаимодействия ребенка и педагога, да, ребенка-врача, ребенка-родителей. Задача – это оздоровление, это социализация, да. Цель – это сохранение здоровья, сформирование ЗОЖ, навыков здорового образа жизни, да, вот это самое главное. Вот эти технологии на что направлены. Мы их будем рассматривать, значит, с точки зрения инновационности, да. Понятно, что происходит улучшение внимания, мышления памяти, произвольный контроль усиливается, двигательные функции улучшаются, утомляемость снижается, усталость, апатия, в пространстве он лучше начинает ориентироваться, речевая функция у него улучшается, и соматическое состояние. Коллеги, мы знаем, что есть у нас здоровье физическое, значит, психическое и соматическое, да. Вот здоровье сберегающей технологии направлено на сохранение всех этих сфер. Вот, коллеги, смотрите, я постаралась лекцию построить так, чтобы все наши технологии были в рамках здоровье сберегающих. Это очень актуально. Вот какие технологии сегодня, в общем-то, ну, имеют место быть? Мы их разделим на три группы. Первая – это технологии сохранения и стимулирования здоровья. Пробегаясь очень быстро, уже 10 минут остается, мы с вами не укладываемся. Значит, динамические паузы. Это физкульт-минутки различные, да, это игровые упражнения, которые проводят на занятиях, значит, между занятиями, по мере утомляемости детей. Одна-две минутки вы на них тратите, да, и, в общем-то, повышается активность, значит, мышление усиливается, да. Ну, вот здесь может быть гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика. Пальчиковая гимнастика может быть с предметами, она может быть, значит, с проговариванием, она может быть с природным материалом, допустим, вот чудесный мешочек, допустим, или бассейн из фасоли, да, вот это очень важно. Подвижные спортивные игры являются частью, как физкультурных занятий, обязательной частью, и обязательно вы должны использовать другие виды деятельности на математике, на русском языке, да, вот, значит, это опознавательные деятельности, когда вы занятия проводите, их можно проводить и на прогулке, и в групповой комнате, но, понятно, в соответствии с возрастом игра доставляет ребенку удовольствие, как бы настраивать ее на позитивные ладцы, да, это благоприятный фон, да, но, коллеги, подвижных игр очень много, да, допустим, раз, два, три, к дереву беги, значит, уметь веди в оборот, там, допустим, да, какой ветки детки, вот этих игр превеликое множество. Пальчиковая гимнастика. Понятно, что улучшает работу корковых структур головного мозга, да, это мы прекрасно знаем, проводится либо индивидуально, либо с группой детей ежедневно, тренирует мелкую моторику, где мелкая моторика, там развита речь, вы это прекрасно знаете, да, это внимание, пространственное мышление, воображение, быстроту, реакции, проводится в любой удобный момент, сочетание, значит, движения пальцев, может быть, с предметами, с, значит, с речью стихотворной, это все проводится в игровой форме, да, коллеги, вот это очень важно для детей с ОВЗ, это прямо панацея, да, поэтому вот пальчиковый гимнастик надо проводить регулярно. Релакс, релаксация, вот здесь у меня релаксации нет, у коллеги пропустила релаксация, это когда, значит, ребенок, в общем-то, ну, направлено на то, чтобы он, ну, на достижение состояния покоя, некого удовлетворения после каких-то усилий. Релакс – это необходимый момент в работе с детьми вот этой категории. Значит, ребенок должен, мы поддерживаем душевное равновесие и, вот, скажем, такое жизнеутверждающее поведение у ребенка. Ну, вот, вот, ребенок должен как-то понимать и слышать свое тело, да, вот расслабление отдельных частей тела, напряжение, допустим, вот помните вот эти игры «Карусели», «Шалтай-болтай», да, этих игр тоже очень много. В зависимости от состояния ребенка определяется интенсивность технологии, да, ну, можно под музыку, можно без музыки, да. Гимнастика для глаз крайне важна. Это система управления, представление в виде мультимедитных презентаций. Это сохранение и снятие напряжения, ну, электронная гимнастика, может быть, и так далее. Дыхательная гимнастика, значит, тоже мы знаем, что это такое, да. Значит, игровая издательная гимнастика – это подвижные игры, да, подвижные игры, которые мы проводим ежедневно. Воспитываем мы, ну, и гигиенические какие-то навыки, в общем-то, допустим, вот тот же самый коврик с пуговицами, да, значит, какие-то массажные, там, какие-то игровые движения. Вот это очень важно, коллеги, тороплюсь. Вот это вот стимулирует здоровье. Второе, значит, у нас – это технологии обучения здоровому образу жизни. Тут тоже все элементарно, мы знаем. Это утренняя гимнастика, занятия здоровья, самомассаж, активный отдых. Вот это вот сами методы, да. Мы в них вкрапливаем нетрадиционные какие-то элементы. Вот, допустим, значит, здоровый образ жизни, вот мы можем какие-то игровые движения, да, значит, утреннюю гимнастику можем проводить в какой-то игровой, в интересной форме, с включением музыки, сюрпризными моментами, вот, допустим, значит, какими-то элементами новизны. На занятиях мы можем использовать и, значит, ИКТ, да. Мы можем пригласить, значит, какого-то спортсмена. Мы можем занятия провести на свежем воздухе. Мы можем включить, значит, какие-то, значит, моменты, какие-то соревнования, да. Можем родителей пригласить, можем, значит, какие-то эстафеты. Вот это вот нетрадиционная форма, да. Массаж, самомассаж тоже очень важный и активный отдых. Активный отдых – это, допустим, эстафеты, семейные какие-то праздники, какие-то, значит, допустим, музыкальные какие-то моменты можно использовать, да. Можно соревнования проводить, да. Вот это вот как раз активный отдых. Коллеги, вот и гимнастика, и занятия, и активный отдых – это вот традиционные методы, да. Мы их вот как раз вносим разнообразие, то есть, значит, включая туда элементы нетрадиционных методик, какие-то, какую-то новизну, да. Вот спортивное оборудование какое-то вот интересное можно продумать. То есть это позволяет детям обеспечить максимальную двигательную активность и, в общем-то, стопроцентно способствует оздоровлению. И, коллеги, у нас с вами остается огромный пласт, который вот, значит, тоже – это коррекционные технологии. Те технологии, которые, в общем-то, направлены на формирование у ребенка знаний в окружающем мире, да, на социализацию, значит, но вот эти все технологии, они как бы являются и здоровьезберегающими, здоровьезберегающими. Ну, мы с вами, коллеги, начнем, наверное, значит, времени очень мало. Давайте пробежимся. Вот эти технологии, технологии, они все являются инновационными или нетрадиционными, да. Вот игротерапия, светотерапия, сказкотерапия, изотерапия, звукотерапия и другие технологии у нас есть. Значит, вот начнем мы с вами, давайте, с игротерапии. Мы знаем, что игра – это то, чем живет ребенок, это играя, ребенок, играя, живет, играя, учится, играя, развивается, да, это является ведущим видом деятельности для детей как дошкольного, так и дошкольного и младшешкольного возраста. Ну, это самое актуальное для нас. Функции игры – это развлекательная, коммуникативная, самореализация, игротерапическая, диагностическая и социальная. То есть функции игры превеликое множество, да. Но, коллеги, когда мы должны вот именно игротерапию использовать очень-очень интенсивно, когда у ребенка нарушается рост яда, я-концепция нарушена, низкая самооценка, самовосприятие, неуверенность, неустойчивость эмоциональная, нету близких отношений с низким в группе. Когда ребенок напряжен, у него тревога, да, вот тогда как раз игра повышает самооценку, позволяет поверить в себя, улучшает эмоциональное состояние ребенка, в общем-то, снижает страх, снимает тревогу и, конечно же, значит, помогает, значит, Олю при, ну, как коррекции для безотвененного чтения. Да, ведь, ну, актуальность, вот мы уже с вами проговорили, я даже не останавливаюсь, тут немножечко повторы идут. Значит, и вот, каковы же функции, наши функции для проведения игры? Это создание благоприятной эмоциональной среды, сопереживание ребенку, отражение его чувств, да, обеспечение тех условий, которые актуализируют переживание ребенка. Ну и, коллеги, значит, какие же игры могут быть, да, давайте очень коротко, это ролевые игры могут быть, да, это, значит, настольно-печатные могут быть игры, это, значит, игры, значит, подвижные могут быть игры, да, их великое множество. К сожалению, времени нет, наверное, мы с вами, придется с вами еще раз встретиться. Вот игры, в игре ребенок живет, в игре ребенок развивается, в игре ребенок, в общем-то, значит, проживает в ту или иную жизнь, да. Но вот игры для снятия агрессивности, допустим, сражения, дети из бумаг, значит, в хамке делают, значит, кидают друг друга, а в конце отнимаются, целуются, агрессия упустили, потом все это заканчивается, да, там, допустим, сердитый кот, добрый кот, то есть этих игр превеликое множество. Но противооказание, когда ребенок, значит, крайне агрессивный, актуальность, стрессовое состояние, или, допустим, раннее, там, сексуальное созревание, ярко выраженная ревность может быть, да, тогда игры, конечно, ну, не совсем рекомендованы, коллективные, индивидуальные игры могут быть и так далее. Коллеги уже проскакиваем очень быстро. Сказка-терапия или библиотерапия, да, когда, значит, сказка является одним из очень эффективных методов, значит, работы с детьми дошкольного возраста, ребенок, опять-таки, испытывает затруднения в этих вот сферах в процессе рассказывания, чтения сказки, ну, он решает проблему эмоционального и волевого, значит, поведения, контроля поведения, да. Значит, это вот напряжение снимается, цельско-терапия, создается доверительная атмосфера в группе, контакты между детьми устанавливается, адекватная самооценка, то есть вот они как бы проживают, или от своего имени они рассказывают, они главным героем сказки могут быть, уверенностью в себе появляются у детей, да, коммуникативные умения, значит, у них формируются, вот это сказки можно, значит, читать, можно смотреть с детьми, можно друг другу рассказывать, да, можно на дом задавать, чтобы они сказки прочитали, потом вам рассказали, да, то есть сказка всегда побеждает добро, зло всегда бывает наказанным, у детей эмоционально успокаивается, для них очень важно, сказка для детей, ну, это как очень важное средство терапии. Изотерапия, когда ребенок лечится или развивается средствами заболевательной деятельности, да, ну, вот, значит, какие вот цели, это вот, значит, накопившаяся агрессия уходит, позитивный лад, ребенок настраивается, значит, налаживается отношение между детьми, развивает эстетический вкус, определяет внутреннее состояние ребенка, двигательные, значит, какие-то координации улучшаются ребенка и, в общем-то, привычка слушать взрослого, да, формируется. Ну, и какие могут быть традиционные, значит, вот методы работы, допустим, это рисование кисточками, пальцами, углями, щетками, мятой бумагой, ватными палочками, допустим, мылом, да, в общем-то, это для них интересно, для детей, также, в общем-то, лепку сюда можно отнести, да, аппликацию, все виды рукоделия, гончарные дела, вот все это, вот все эти виды деятельности помогают мягко, ненавязчиво корректировать мировосприятие ребенка. Вот это очень хороший метод нетрадиционный для работы с детьми ОЗ. Мы знаем, что они достаточно агрессивны, неравновешены могут быть, да, это всех успокаивает, умиротворяет, и мы видим какую-то продукцию, да, вот продуктивный вид деятельности. Ну, и однозначно развивается мелкая моторика. Мелкая моторика – это наша речь, да, это наше мышление, особенно, когда он касается вот руками материала, лепит, строит, значит, вот, ну, и понятно, что вот он сортирует там пуговки, кнопки, висера, крупы, да, вот какие-то композиции собирать, это для него очень-очень важно. Коллеги, вот я вообще советую, чтобы вот это вот, значит, нетрадиционный метод визотерапии, они были в вашем арсенале. Светотерапия, мы все знаем, что свет тоже является, ну, или, как мы говорим, хромотерапия, да, является, то есть на психику ребенка воздействует световая гамма, да, мы все прекрасно знаем, допустим, красный свет активизирует, стимулирует, оранжевый согревает там, допустим, да, желтый укрепляет, тонизирует, да, зеленый, как бы, успокаивает, снимает напряжение, синий сдерживает, охлаждает эмоции, да, фиолетовый снимает тоже напряжение. И вот, коллеги, мы знаем, что зрение, это наиболее ответственный, это зрение принадлежит, в общем-то, наиболее ответственной роль в восприятии окружающего мира, да, выдвинулась под информацию, воспринимаем через зрение. Поэтому вот красивая пища для глаза – это лучшее средство для снятия эмоционального и нервного напряжения, мышц напряжения. Поэтому вот мы формируем у него и познавательную сферу, на занятиях мы используем, значит, ну, и во всех видах деятельности, на светотерапию, пожалуйста, обращайте тоже внимание. Вот задача, да, это, значит, снимаем, создаем комфортные условия, значит, вот используем силу вот света, да. И звукотерапия, коллеги, и на этом мы завершаем. Звукотерапия, когда мы, в общем-то, гармонизируем человека, ребенка последствием слышимых вибраций. Вот слышимых вибраций называется звуком, да. Вот легкая музыка успокаивает, оболакивает. Ребенка, в общем-то, настраивает на позитивный лад, рабочий лад, да. Ну, понятно, что мы должны выбирать хорошую музыку, да. Вот мы тут формируем у ребенка и необходимый мышечный тонус, двигательная память, произвольная память, в общем-то, формируется. Вот, коллеги, звукотерапия тоже является достаточно таким методом действенным, который тоже игнорировать не стоит, да, игнорировать не стоит. Ну, уважаемые коллеги, вот все эти виды деятельности, общим словом, называется арт-терапия, да, арт-терапия, то есть направление, которое основано на применении искусства и творчества, да. Вот, коллеги, использование элементов звукотерапии, светотерапии, изотерапии, сказкотерапии позволяют получить достаточно позитивные результаты. Это эффективное эмоциональное реагирование, да, это раскрепощение более таких замкнутых детей, да, стеснительных детей, которые у нас имеются, да. Это дает возможность вибрального контакта, допустим, снимает какие-то коммуникативные барьеры и создает, конечно же, благоприятные условия для развития, да, для развития. Коллеги, помните, я говорила, что главная наша задача, в самом начале я говорила, да, в общем-то, главная наша задача – это что? Давайте вернемся, и на это мы завершим. Значит, наша главная задача с вами, да, это создание благоприятного фона, да, и создание ситуации успеха. При использовании вот этих нетрадиционных форм, методов, и, значит, в вашей повседневной работе, как раз вы для каждого ребенка создаете ситуацию успеха. Ребенок чувствует, что он успешен, что он справляется, и вы максимально реализуете возможности ребенка, включаете и его потенциал. И вот это все ведет к сокращению социальной изоляции ребенка, и как результат он приобщается к различным видам продуктивной и творческой деятельности. Вот это самое главное. Ребенок чувствует себя нужным, способным, и он может себя реализовать. Вот, коллеги, очень кратко я раскрыла, каким образом можно использовать нетрадиционные методы формы работы в работе с детьми с ОВЗ дошкольного и младшего школьного возраста. Так, тема достаточно обширная, получилось голопом по Европе, но общая информация у вас есть. Коллеги, если есть вопросы, задавайте, но мы уже 10 минут перебрали время. Спасибо за то, что вы были со мной, спасибо за внимание. Большое спасибо, Нили Сабитовна. У нас есть несколько вопросов во вкладочке «Вопросы». Как вам удобнее? Вы сами посмотрите или мне их вам озвучить? Так, вопросы вкладочка. Эту вкладочку я вижу. Рядом с чатом со знаком «Вопросика». Вы озвучите, пожалуйста. Ну, мы просто перебрали время, я уж в конце очень быстро... Ничего страшного, у нас есть буквально несколько минут, мы можем ответить. Значит, я тогда зачитаю вопросы, чтобы легче было. Светлана Пилипенко спрашивала, добрый день, как быть, если воспитатели выявили проблему, а родители не хотят слышать доводы воспитателей и других специалистов ДОУ? Да, коллеги, эта проблема, она есть, наверное, была, есть и будет. Зачастую родители не видят вот таких вот явных проявлений, допустим, не хотят или не хотят видеть. Но здесь только, я думаю, ваша настойчивость. И призывайте, чтобы вы совместно работали со специалистами. Со специалистами в какой сфере нарушения? Тогда логопеды, допустим, я не знаю, дефектолога приглашать надо, и других специалистов, чтобы доступно родителям объяснить на примерах, что у ребенка есть проблема. Чем раньше вы достучитесь, чем раньше родители начнут действовать, помните, я говорила, вот, чем быстрее, тем лучше, тем больше шансов у ребенка быть социализированным. Если время упустите, сензитивный период дошкольный или младшешкольный, о том догнать будет очень сложно. Достучаться хоть каким-то образом. Но приглашайте на помощь специалистов. Спасибо. Еще вопрос. Я свою камеру отключу, чтобы не отвлекать внимание на себя. Голос у меня здесь. Галина Баранова спрашивает, как поступить, если ребенок не спит в сон час, а остальные должны спать по режиму дня? Вот, коллеги, это и есть, как мы говорим, индивидуальный подход к каждому ребенку. Да, но если все виды вашего воздействия неэффективны, там, допустим, может быть, коллеги, надо, может, успокаивающий массаж сделать надо, может, там, я не знаю, теплую воду с медом. Но если ничего не получится, ну, каким-то образом посидеть около него подольше. Ну, в конце концов, можно его, ну, если ребенок совсем не спит и другим мешает, пусть у Хонечка оденется и сидит, в конце концов. Потому что вы же, ну, если все методы исчерпаны, и вот, может, а потом еще надо подумать, может, ему надо, ну, какие-то препараты назначить. Может, поговорить с родителями, дома он как, выходные спит ли он, как он ночью спит, режим дня у ребенка выяснить надо, почему вот так происходит. Это системное явление, или только время от времени. Вот, исходя, каждый случай индивидуальный, исходя вот из совокупности вот этих показателей, надо принимать какое-то решение. Спасибо. Елена Мартынова. Почему нетрадиционные формы не входят в учебный план? Ага. Коллеги, да, они не входят в учебный план, они не являются обязательными, но никто не возбраняет вам их использовать в рамках тех занятий, иных моментов режимных, которые вы реализуете с детьми. Но почему? Потому что, допустим, мы там говорим словесные методы, но там наглядные, другие методы. Нетрадиционные методы, на то и нетрадиционные, они, как бы говорю, я уже говорила, что это как дополнение вашей работы, да, это как способ активизации деятельности детей. Ну, нетрадиционные методы, конечно, их очень много, да, они, в самом деле, не входят в основной учебный план, но, тем не менее, тем не менее, в работе с ОВЗ вы их должны использовать обязательно, потому что с использованием этих методов дети учатся легко, непринужденно, играючи, вот поэтому умалять достоинства этих методов ни в коем мере, конечно же, нельзя. Коллеги, почему они вносятся? Потому что ведь у нас ведь фантазия безгранична, мы же не можем, все методы, они как-то классифицированы, да, вот наглядные, практические, словесные, а здесь великое множество этих вот инноваций, они просто классификации пока не поддаются, да, а мы работаем строго по стандартам, мы выполняем учебный план, все это просто указать нереально, коллеги, поэтому, ну, вот, нам надо самим использовать эти методы, чтобы, ну, активизировать наших детей, умственную деятельность, на оздоровление направить эти методы должны, вот, тем не менее, пока вот так. Алло. Так, я что-то вас потеряла всех. Я вас потеряла. Меня слышите? Так. Так. Я опять с вами. Нелли Сабитовна, спасибо большое. Еще два вопроса успеем ответить. Татьяна Крачкова спрашивает, песочная терапия, камни терапии подходят? И второй вопрос от нее же, при звукотерапии использовать классическую музыку или песенки со словами? Угу. Коллеги, песочная терапия является одним из элементов арт-терапии. Подходит стопроцентно, очень хороший метод. Ребенок соприкасается с природным материалом, чувствует природный материал, и мелкий эмоторик развивается, и эмоциональный фон создается. Это шикарный метод, который при возможности необходимо использовать. Однозначно, я сама эти виды работы очень люблю. Ну, а касаемо звукотерапии, ну, я, конечно, предлагаю использовать классическую хорошую музыку. Ребенок должен приучаться, должен слышать вот это все. Ну, опять-таки, ситуативно, да? Если у вас есть подходящие какие-то слова, да, если вы находите ту музыку, на которую ребенок отзывается, пожалуйста, на ваше усмотрение. То есть, ваш выбор, ну, музыка должна быть спокойной, релаксирующая должна быть музыка, да, вот эти вот рок-нотки, они ни в коем случае не должны присутствовать, чтобы ребенок не перевозбуждался. Спокойная, умиротворяющая музыка, если слова, то с хорошими словами, с хорошим посылом. Большое спасибо. Вопросов больше, кажется, нет, да, вопросов больше нет, поэтому мы можем Нелисабитовну отпустить, наверное, поблагодарив за сегодняшнее мероприятие. Большое спасибо, что были с нами. Большое спасибо за информацию, за ответы на вопросы, и мы будем рады видеть вас на следующих вебинарах. Надеюсь, это неплохо. Я сегодня очень обширную тему взяла, и немножечко вот в конце голопом получилось. Если будет интересно, мы можем более подробно поговорить о других видах. Об игротерапии можем отдельно поговорить. Поэтому будут заявки, пожалуйста, рады сотрудничать. Спасибо большое. Всем здоровья, не болейте. До свидания.